Мы читаем избранные отрывки из книги Зор. Также можно бесплатно скачать наш текст с нашего сайта, текст книги Зор. Мудрость, которую должен познать человек. Вновь мы добавим, прежде чем начнем заниматься книгой Зор, книга Зор была написана группой каббалистов, и только таким образом, каким она и была написана, таким образом она может стать понятной. То есть, для того, чтобы понять эту книгу, нужно объединиться, найти общие точки контакта, постараться раскрыть связь между нами, поскольку при нашей связи между нами тогда только мы сможем раскрыть эту книгу, когда все то, о чем говорит эта книга, находится между нашими душами, между нашими желаниями. И если мы пожелаем находиться в отдаче друг с другом, тогда в связи между душами мы раскроем Творца. Свет, который связывает нас воедино, объединяет нас. И книга Зор именно об этом говорит, как мы раскрываем этот свет. Поэтому, прежде всего, нужно думать об единстве, о поручительстве, о законе возлюбить ближнего, как самого себя, как за счет этого раскрыть свет. И Зор нам в этом поможет. Пожалуйста. Избранный отрывок из книги Зор, песни песней, мудрость, которую человеку необходимо познать. 482 пункт. Мудрость, которую человеку необходимо познать. Это обращается к каждому, неважно, кто и что. Каждый человек должен познать мудрость. Познать и созерцать тайну Господина Его. Познать себя, чтобы узнать, кто Он и как создан, откуда Он взялся и куда идет. И как исправить тело, и как Он в будущем предстанет пред судом царя. То есть, нужно прийти к пониманию, знать. К знанию. У нас есть такое определение, и познает Адам Еву. То есть, это за счет соединения, соития, объединения. Когда я включаюсь в это состояние, которое называется знание, познание. Когда свет Хохма распространяется в Келим, в свете Хасадим, тогда это будет называться познанием, настоящим объединением. Когда парцув получает свет внутрь себя. Это внутренний свет. Это называется светом познания. Даат. Хохма и Бина, которые соединяются вместе. Это Хохма, это Абина. Это свет получения, это свет отдачи. Когда они соединяются вместе, тогда возникает сфера Даат. Это я знаю. Отсюда и возникает слово Ладаат, познать. Как я прихожу в сфере Даат, которая состоит, чтобы я получил влияние также из Хохмы и также из Бины. Хохма называется Аба, Бина называется Има. Если я поднимаю свой Ман из Малхут. Малхут называется совокупностью всех душ. Если я хочу соединиться своей душой, моя душа, мое желание, я хочу соединиться со всеми, то мой Хисарон, желание со всеми, если это действительно правильный Хисарон, включается в Малхут, и Малхут поднимает его вверх в Даат, и тогда Аба и Има, Хохма и Бина, свет Хохма и свет Хасадим, влияют, и я получаю обратно это знание, это ощущение. Так это работает, таков механизм. Это Высшее, Высший, это Даат, это связь между ними относительно меня, как будто АБВИМа создают ребенка. И здесь мой запрос, моя просьба, чтобы это случилось. Если говорят, что человек должен познать, значит, человек должен дать Хисарон, посмотреть, созерцать тайну Господина, узнать высшее управление, как действует высшее управление на Него, для того, чтобы познать себя, чтобы знать, как Он создан светом, откуда Он взялся, в какой форме, с каким разумом, разумом Творца, с каким намерением, и каков процесс развития, куда Он идет, какова Его цель, и как Он может прийти к этой цели. Все это предначертано свыше, но человек должен это знать для того, чтобы выполнить. И как исправить тело, что называется, желание получить его. Как оно исправляется с помощью света, возвращающего к источнику, как мы учим. Тот же свет, который создал тело, человек должен лишь попросить поднять ман, чтобы сделать исправление. И как он в будущем пристанет перед судом царя всесильного. То есть после всех исправлений, когда он поднимается и включается в Абавиима на этот уровень. Вместе с ними он поднимается на еще более высокий уровень, который называется царь всесильный. Это Арихампен. И внутри скрывается еще Атик, который скрыт от всего. И это состояние называется полное исправление Агмартику. И когда он приходит к Суду, к Высшему Суду, это значит, что все его действия, которые он сделал, все его действия были действиями второго сокращения, Цим Цум Абет. Он их поднимает и переходит в первое сокращение, Цим Цум Альф. Это и есть его последний суд. Пожалуйста. 483. Познать и созерцать тайну души. Что такое нефиш в нем? Откуда берется? Для чего приходит в тело, которое не более чем зловонная капля, сегодня здесь, а завтра в могиле? Познать мир, в котором он находится, и с помощью чего исправится мир. И будет созерцать высшие тайны духовного мира, чтобы познать Господина Своего. Все это будет созерцать человек, постигнув тайны Торы. Что он говорит? Познать и созерцать тайны души. Что такое душа? Мы говорим, это часть Божественного свыше. Все сознательно в желании получить, и человек имеет какое-то желание. как мы изучаем, есть кли, есть свет. Кли это желание, которое называется тело души, а свет, который наполняет, кли называется свет души. Что такое нефиш в нем? Почему это нефиш? Нефиш он получает, а кроме нефиш, все, что помимо этого, он должен сам развить. Как в нашем мире человек рождается, но затем он должен развиваться самостоятельно. откуда берется? Каков корень его души? У нас есть общая душа, совокупность всех душ, а здесь корень души. И у каждого есть собственный корень души. Почему важен корень души? Потому что человек должен реализовать себя на 100% относительно всей системы. И ради этого он должен познать корень своей души. В процессе его работы подачи другим. Для чего приходит в тело. Это называется тело. И оно называется зловонной каплей, поскольку человек так и выглядит. Все его желания эгоистические. Конечно, речь не о белковом теле. Нет ничего предосудительного в теле. Неживое растительное животное действует по программе свыше, человек здесь не может никак повлиять. И тело полного праведника, и тело совершенного грешника, это одно и то же тело. Возьмите, сделайте все анализы, все медицинские проверки, не найдете никаких изменений. Поменяйте у них органы, тоже будет все то же самое. А речь идет о теле души, о желании. сегодня здесь его тело, его желание, а завтра в могиле. Мы знаем, что с нашим желанием продвигаться вперед, одно из этапов нашего развития, наших желаний, это этап называется могила, то есть захоронение. желание получить ради получения, которое называется неисправленное тело, это неисправленное тело должно войти в могилу, мы должны его захоронить, мы не хотим пользоваться им ради получения, и вместо этого мы должны прийти к состоянию, чтобы у нас было воскрешение мертвых, когда мы воскрешаем затем это желание, извлекаем его из могилы и приобретаем намерение ради отдачи, оно приобретает намерение обратное получение отдачи, называется воскрешение мертвых, это мы должны пройти, познать мир, в котором он находится, в каком желании получить, я нахожусь сейчас, и когда я наблюдаю его, это называется мой мир, как обычно мы находимся в желании получить, который создал творец, кроме которого нет ничего, и я нахожусь в конкретном желании получить, это мой ящик, и самый последний его слой, это малхуд, домахуд, дасья, через который я сейчас чувствую, здесь я чувствую этот мир, этот мир плюс я, а все остальное я должен раскрыть, раскрыть эти желания, их можно раскрыть тогда, когда я хочу отдавать другим, это может быть только при помощи намерения ради отдачи, и тогда мне раскроется дополнительное желание, а здесь в этом желании я могу быть ради получения, и это называется, это тоже не называется, что я нахожусь в получении, потому что все это тело, я нахожусь в нем вынужденно, нужно познать этот уровень, который называется наш мир, в котором он находится, он даже не говорит этот мир, потому что этот мир это уже духовное понятие, он говорит просто мир, который мы ощущаем в нашем желании, как в фотографической картине, и как исправится мир, как мир должен продвигаться к исправлению, пока что мы видим, что для этого и было создано развеяние, и созерцать высшие тайны духовного мира, чтобы изучил это и захотел постить цели, которые находятся выше, какова сила управляющая им, и как он реагирует на эту силу. И только так мы можем изучить высшего, как в науке, в обычной науке, мы должны изучить, что на меня влияет что-то, спускается что-то, что я не знаю, я знаю свою реакцию, реакция, как я реагирую. И на входе и выходе здесь я изучаю себя и изучаю высшего, затем высший вновь влияет на меня, и вновь я реагирую, вновь влияет, и вновь я реагирую. Это называется «из твоих действий познаю тебя». Тогда я изучаю и свою систему, и высшую систему, высшей и я. Все по действиям, поэтому мы говорим только о человеке, занимающемся этой работой. Эта работа называется работа творца, потому что тем самым я познаю творца. Работа творца. Познать господина своего, продолжает он, и все это будет созерцать человек, постигнув тайны Торы. С помощью чего он это делает? С помощью того, что у него есть учитель, группа и книги. Книги и в конечном счете это приводит ему окружающий свет. Таково следствие всех этих действий, и это называется учитору. То есть, когда раскрывает за счет учителя группы книг свое злое начало, когда он становится, чувствует, что он нуждается в окружающем свете, и за счет воздействия света на него начинает изучать, что происходит в нем и в высшей системе, в Творце, когда действительно кроме меня и Творца не раскрывается больше ничего. Дальше. Тафф Пейдали 424 пункт. Каждый, идущий к будущему миру и не знающий Таин Торы, даже если много у него добрых дел, изгоняют его из всех ворот того мира. то есть наш мир это то, что мы сейчас, я сейчас ощущаю. Следующий мир, приходящий буквально, то есть это все, что придет к мне дальше, называется приходящим миром. Все раскрывается соответственно моему желанию получать, либо мое желание получать изменяется за счет естественного изменения природы, тех хорошим, от которого меняется, либо оно меняется за счет моей работы с группой и окружающим светом. Так вот, если я не подготавливаю себя к последующим ступеням, все врата закрыты, включая врата слез, я не прихожу ни к чему, я не попадаю ни в какое состояние. Это то, о чем он говорит. Каждый идущий к будущему миру, то есть хочет прийти к следующему своему состоянию, познания и не знающий тайн Торы, то есть если я не работаю над собой, когда я буду знать своих исправных килим, буду получать свет, он распространится во мне, исходя из этого я познаю, и это будет называться познанием Торы, даже если много у него добрых дел, будто бы он делал тут всякие якобы хорошие действия, но не пришел к уровню, который называется познание тайн Торы, и это, как нам уже известно, является изучением науки Каббала, происходит посредством изучения науки Каббала, тогда изгоняет его из ворот того мира, то есть нет никакого входа в следующий мир, в следующее состояние, чуть более продвинутое, и так это верно относительно каждого из состояний, из одного в другое, только за счет раскрытия секрета, то, что является для меня тайной, и потом только станет раскрытым, только за счет этого я продвигаюсь, потому что все находится в моем желании получать, нынешнее состояние называется этим миром, и следующее мое желание называется следующим миром. Понятно? Тав Пей Гей, 485 пункт, Душа говорит Творцу, «Раскрой мне тайны высшей мудрости, как ты ведешь и управляешь высшим миром. Научи меня тайнам этой мудрости, которую я до сих пор не познала и не изучила, для того, чтобы не пребывать мне в позоре на тех высших ступенях, в среду которых я вхожу». Посмотрите, насколько язык Зора такой скомпрессированный, сколько слов вносится. Душа говорит Творцу, то есть, уже есть общая связь, взаимная связь, которую нужно постижить между человеком и Творцом, когда он чувствует, что это высшая связь, и его уже пробудил. раскрою мне тайны высшей мудрости, то есть, за счет чего я могу притянуть свет, который исправит меня, и за счет которого я раскрою всю систему, поскольку, в общем-то, в моих желаниях я все раскрываю, кроме желания получать ничего не было создано, в этом я раскрываю высший мир, следующий мир, все ступени, цвет и так далее. И все это, соответственно, желание я продвигаюсь, исправленному желанию. Как ты ведешь и управляешь высшим миром? Почему душа так любопытна узнать это? Поскольку познание Творца это и является отдачей. Познай Творца своего и работай. Для него таким образом он должен прийти к цели творения. Целью является что человек будет знать все, что он создал и быть равным ему. И тогда он придет к этому Хессарону, когда он молится и просит «Научи меня тайном этой мудрости, которую я до сих пор не познала и не изучила, душа». Поскольку на каждой ступени мы поднимаем себя, поднимаемся за счет света, возвращающего к источнику, и поэтому каждый раз человек должен раскрывать свое желание, свою потребность. Раскрывать... Это не просто раскрывать потребность к мудрости. В чем мудрость? Мудрость – это как я могу используя все свои начала так, чтобы восполнить, отдать ближнему. Поэтому это не просто из любопытства мы развиваемся здесь, а из знания выше наших сил, выше эгоистического желания, выше человеческих сил, усилия. поэтому он говорит здесь, что это вопрос очень и очень непростой, пока мы до него доходим, пока мы этого желаем, которая до сих пор не познала, не изучила для того, чтобы не пребывать мне в позоре. То есть, каждый раз нужно давать большую усилие, чтобы получать это общество окружающего, большую важность для того, чтобы продвигаться к отдаче. Для того, чтобы не пребывать мне в позоре. мы понимаем, о чем здесь говорится, какой позор. Либо ради получения, либо ради отдачи здесь проявляется позор. На тех высших ступенях, в среду которых я вхожу, когда на каждой такой ступени, которую я сейчас приобретаю, прежде я думал, что это полная отдача, и я горд этим, и находясь на ней, как только я приобретаю ее, тут же начинаю раскрывать все минусы. До этого я этого не чувствовал, до этого я считал, что это не будет стыдно, это гордыня. Я сейчас гордился этим, сейчас, когда я нахожусь здесь, я чувствую стыд, у меня появляется стыд, и мне хочется перейти уже на следующую ступень, лишь бы выйти из этого состояния. То есть, из стыда к гордыне, из гордыни опять раскрываем стыд, опять к гордыне, пока, как сказано, не возгордится он путями Творца. Когда гордыня станет такой. То есть, мы видим, что Зорф говорит о том, что мы говорим всегда, продвигаться по ступеням лестницы за счет книги учителя и группы, когда человек раскрывает свое состояние разбиением, создал я злое начало, в чем оно зло, это начало, и создал я приправу для его извлечения, то есть, свето, возвращающий к источнику, и таким образом он поднимает по ступеням из этого мира в следующий, и для того, кто не знал, будет знающим, и так далее, потому что познанием считается объединение, то есть, Зевук и познал, как сказано, Адам Еву, жену свою, и таким образом он приобретает все больше и больше познаний о Творце, и в той мере, который познает, может быть подобным Творцом, тем самым доставляя удовольствие ему и становится как Творец Кей-Лю Ким подобный Адам Думе. Это та цель, которую перед нами ставит книга Зор. Но пока что мы закончим и продолжим завтра. Несколько объявлений в заключении лекции Рава Лайтмана происходит сегодня и также каждый вторник в 7 вечера на Жаба-Латинский 112, Центр Кабала для народов, Кабала для Ампи, Тахтиква. Она транслируется на французском, итальянском, немецком и турецком и транслируется по сайту Кабала-ТВ, кап.тв. Через 6 дней, 30-го числа, в 18.00 происходит наша встреча в Тель-Авиве и все это сопровождается музыкой, культурными мероприятиями и лекцией Рава. А теперь небольшой клип. Не важно то, что нас разделяет, а важно то, что нас соединяет. понедельник в 18.00 в 6 вечера выставочные залы в Тель-Авиве 1-700-509-209 кап.су.ал Спасибо и доброго дня всем! ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!